Прямо сейчас, в паблике ВКонтакте Сабершок мы разыграем 10 призов. Полный пак девайсов от Logitech, 4 скина и премка на Сабершоке на 1 месяц. Тебе нужно всего лишь поставить лайк и подписаться на паблик, репосты делать не нужно. Ссылку я оставлю в описании, попробуй прийти участие, может быть повезет. Привет, молодые люди, я Шок, и уже 3 года я занимаюсь этим ютуб каналом. Я занимаюсь CSGO, я занимаюсь тем, что просто что-то записываю на видео, рассказываю, говорю, показываю, играю, а вы это смотрите. Учите чему-то, получайте какую-то интересную информацию от более опытных игроков на этом канале. Я не про себя, я про людей, которых приглашаю. Я никогда не был смешным блогером, у меня никогда ничего не было рофельного. Хорошо это или плохо, я не знаю, но я никогда не ставил это в приоритет. Моя была задача это стабильно показывать то, что происходит у меня в жизни, то, что меняется в этой игре, рассказывать самые интересные вещи и делать эту игру более интересной. Понятное дело, рынок растет, понятное дело, и доходы у нас росли у всех, и аудитория росла после бесплатной CSGO. К чему я это все говорю? Очень часто и очень быстро все меняется в этой игре и вообще на ютубе, вообще в интернете, вообще в мире. Но я очень хочу, чтобы каждый бы понял, что я сейчас скажу. Каждый год, каждый день у тебя меняется интерес. Сейчас ты смотришь этот ролик, играя в CSGO, через месяц ты не будешь в эту игру играть. Ты перейдешь в Valorant, перейдешь в Fortnite, не знаю, в Minecraft, в Call of Duty, без разницы. Может быть уйдешь вообще в футбол настоящий. Суть в том, что я хочу, моя цель это не быть блогером по CSGO, а быть блогером, которого ты знаешь и которого помнишь, и который тебе интересен. Моя задача это, чтобы я не был бы просто CS-блогером. Я хочу, чтобы спустя 2 или 3 года ты бы знал бы, заходил бы на этот канал и смотрел бы то, что мы развиваемся. Я такой же, как и ты. Я имею в виду, что возможно я уйду вообще из этой сферы, буду заниматься чем над другим. Я хочу, чтобы этот рост у нас был бы у всех общий. Я раньше снимал контент, который был интересен для какой-то определенной аудитории, ну по возрасту. Она либо ушла, либо осталась развиваться со мной, потому что контент у меня лично, ну как я вижу, поменялся. Сейчас моя задача, чтобы это не заканчивалось и чтобы всегда был бы рост. Чтобы привлекалось бы больше людей с немного другими демографическими данными. Я теряю с каждым таким разом по сути доход, потому что такой аудитории меньше на YouTube, которая постарше. Но мне просто это интересно. Я устал и знаю то, что я перегорю и я начну деградировать, если я буду снимать одно и то же в течение многих лет. Я надеюсь, ты меня услышал. И сейчас я решил собраться со всеми ребятами, с которыми контактировал. Несколько лет подряд мы делали им подарки, компьютеры всякие. Прокачивали им девайсы. Это все у них, понятное дело, осталось и мне просто интересно, насколько сильно изменилась их жизнь после всего этого дела. Поэтому сегодня мы поговорим и с Нурслутаном, который меня кинул на компьютер. С Ваней, который ученик лайфхакера. И с Яриком, который отказался от Медузы. И Матвей, который выиграл меня на имке и в итоге стал победителем компьютера. Да и по сути много еще чего интересного было, поэтому я думаю, что можно начинать. Приятного тебе просмотра. Это большой будет ролик. Он больше будет интересен тем людям, которые олды на этом канале, которые смотрят этот канал давно. Приятного просмотра. Надеюсь, мы уместимся в 30 минут. Погнали. А, кстати, я опять же говорю. Любой лайк от каждого человека, который смотрит этот ролик, помогает. Ну, допустим, даже не алгоритму Ютьюба, но мне. Чем больше лайков я вижу, тем больше поддержки от вас вижу. Я правда это ценю. Это не просто цифры. Ну, это просто цифры, по сути. Но когда вы нажимаете на нее, значит, вы не только посмотрели, но еще и нажали на что-то. Короче, всем приятного просмотра. А Ярик это первый человек, который получил компьютер от меня. Это был мой первый опыт. Я сделал конкурс ВКонтакте на 70 тысяч участников, где разыграл Медузу. Он выиграл, но отказался от нее. И сказал, Эрик, отдай ее на благотворительность. Чуть позже я с ним связался и сказал, чувак, ты красавчик, давай тогда я тебе не только компьютер подарю за такой мув. Он получил компьютер, мы сделали пару роликов, люди смотрели, там, около миллиона просмотров должно быть 100% на всех этих записях. И в целом получилась классная история. Прошло, кстати, около трех лет. Ярик. Привет. Слушай, это уже наш четвертый ролик с тобой вместе, правильно? Да, да. Прошло уже два года? Ну, да, даже больше. Так, у вас была предыстория уже, как мы с Яриком связались, что он сделал. Но, согласись, тогда было участников в конкурсе 70 тысяч человек. Да, что-то подобное? Ты выиграл единственную эту Медузу. После нескольких реролов. Да, 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 мы тебе роли, да? Были ли у тебя после этого такие же выигрыши наподобие этого, но с таким маленьким шансом? Нет, нет. Даже вообще не было выигрышев. Сейчас тебе сколько лет? Мне сейчас 13. То есть это все было тогда, когда тебе было 11? Да, ну это было даже, когда мне было 10, перед днем рождения, вот это все случилось. Я понял. Тогда ты играл в CSGO, а сейчас, как я понимаю, ты перестал играть в эту игру? Да, просто однотипно, однообразная игра, она доедает со временем, когда ты играешь несколько лет в нее. Хотелось какой-то динамики, поэтому я начал искать другие варианты. И пришел к Валоранту? Ну, сейчас вот Валорант, в нем не было обновлений, и меня друзья позвали в Fortnite с ним поиграть. То есть между Валорантом и Fortnite. У тебя сейчас, вот давай по факту говорить, вот компьютер, который ты получил, он хорош или были проблемы с ним? Проблем не было, FPS стабильный. То есть ты доволен? Да, очень. У тебя все девайсы от HyperX, да? Не все, клавиатура не от HyperX. А вы, ну я тебе что-то дарил по девайсам? Ну, мышку и клаву. А наушники не дарил? Нет, наушники нет, я сам купил. А почему я не дарил? А потому что у меня были Razer, потом они там микро-кристалл. Зеленые, да? Да, да, они перестали работать, я купил себе HyperX. Вы знаете, на улице было хоть раз? Было, было. Если что, в свое время Ярик был героем, его реально, у него была фан-страничка, ты видишь ее? Я, ну у меня был еще YouTube-канал, потом, как только я перестал снимать CS, ну я переходил в другие игры, снял один ролик по Fortnite, он вообще никуда, ну, он просел, у меня что-то, я сейчас перестал заниматься YouTube. В ВК я тоже делал какие-то посты редкие. Сейчас хочу опять возобновить свою, только уже не ютуберскую деятельность, а стримерскую, хочу начать стримить разные игры. Ну, Султан, это один из самых сложных людей, которых я встречал в прокачке пока, потому что по правилам прокачки нужно получить компьютер новый и отдать свой старый. Из-за того, что он был в Казахстане, взять мне в самолет нельзя этот компьютер, он слишком тяжелый большой. Я ему сказал, вот чувак, сдэк, отправь по этому адресу, как только будет возможность. В итоге он его не отправлял, кажется, два месяца. Я записал ролик про то, что, ребята, такие ситуации бывают, вот меня кинули на компьютер, так и было по факту. Ну, а потом он это все прислал, понятное дело. Ну, в этом ролике я с ним поговорю и сделаю так, чтобы все было бы хорошо, потому что я слышал, что у него репутация плохая в Казахстане из-за этого ролика. Я не хочу никому портить репутацию, потому что моя задача это помогать иллюзиям, но просто такое говно случается. Он, главное, извинился и понял свою ошибку. Главное, чтобы это не повторялось бы просто. Может быть, со мной это легко сделать, но с другими, мне кажется, это уже будет слишком проблемно. То есть я в этом плане не злопамятный, но просто это грустно и обидно было очень сильно, поэтому я не сделать ролик просто не мог. Так, Нурсултан, у меня сразу к тебе несколько вопросов. Я думаю, ты знаешь, что я буду спрашивать. Что это было? Что это за дерьмо было? Зачем я должен был заниматься этим дерьмом? Почему я должен был писать твоим друзьям, а не тебе лично? Ну, это как бы было просто мое халатное отношение, то, что по отношению к тому, что ты сделал, я просто, как сказать, слишком... У меня было не так уж много времени, я вот по турнирам, пока заездил, и просто было лень мне вот это все сделать, и я вот как-то плохо, ну, как сказать, халатно ко всему этому относился. Типа, я должен был сразу это отправить. Я первый раз вот отправил, получается, через... я не через СДЭК отправлял первый раз, а через что-то другое я забыл, ну, вот это, то, что ты мне говорил. Да. И она почему-то вернулась, и потом ты у меня что-то спрашивал, этот... ты же, типа, отправил. Я потом сказал, вот только, типа, сейчас обратно отправил. И в итоге я поздно только уже отправил тебе. И там уж видосы все это вышли. Ну, ты же понимал, что такой видос должен быть. Да, ну, я думал, то, что если вот... Нет, я, по идее, не думал, то, что такое будет, честно говоря, то, что видос такое будет. В итоге я ошибся, она была сразу, просто, сразу в тот же день отправить, как только это... Ну, да, как закончили прокачку. Какая реакция у людей была? Вот ты играл на ланах, мне говорят... мне говорили то, что у тебя репутация упала из-за этого. Это правда? Да, репутация упала частично. Там некоторые люди все еще, этот, смеются там, ну, как смеются, так, шутят просто. В тем спике, когда я встречаюсь с кем-то, сейчас уже в онлайн все. Сиво, что комбат правил или нет, или как? Да, говорит, адеку. Я этот ролик записываю и тебя пригласил, чтобы это просто убрать, чтобы решить этот вопрос, потому что, ну, я не хочу... Я себя чувствовал плохо. Ну, как плохо? Мне хотелось как-то себя же успокоить и показать людям, что вот такие бывают ситуации. Мне было просто неприятно. Но когда я понял, что про тебя плохо отзываются, даже и про игроки казахские, ну, типа, понятное дело, ну, хоть тебе и не 16 лет, я же 18-19, но и просто такое ожидать, это очень жестко. И поэтому это все произошло. Поэтому сейчас с этим роликом я надеюсь, что это просто пропадет. Ты, главное, извинился, ты, главное, сделал все как надо, отправил от компьютера. Какие у тебя восприятия в киберспорте? А, ну, вот, получается, полгода уже прошло с этого момента. За полгода вот я вот тогда собрал стак свой, такие хорошие игроки, которые, ну, мне импонируют, там, с которыми мы там хорошо ладим. Вот собрались в состав и вот уже играем где-то, ну, месяцев пять. И за эти пять месяцев мы там много чего проделали. Сейчас вот многие турниры играем, и вот на множестве турниров в Казахстане мы призовые места берем. Там, второй, третий, вот такой. Там вот недавно был турнир у нас от Авангард, получается. И там кастеры были Ленин и этот, блин, забыл, Ленин и кто еще? Тафа, Ленин и Тафа. Угу, да. А вот момент есть, один момент, давайте вот отправлю его просто посмотрим, что происходит. Окей, давайте посмотрим прямо сейчас, давай. Все. Ника-то сладит этот недостаток, хотя там пропушен Анфы. Здесь два кила отнюкса есть уже сейчас. Его должны сейчас зажимать, но он делает третий минус. Четвертый ван ТАП! Ммм, красиво. Ну давай, может, и чертой. Очка. Именно так им Кэтсы делают. Зоветам вапы Тафы. Спонсоры Windows 10, чё за роф. Ну там так реально были, вот эти спонсоры, Авангард были, Рено. Желается дальше отреться. Там этот турнир на самом деле должен был на ХВТВ проходить. Ой-ой-ой. А ты вапер? Да, вапер. Ммм. Этот турнир на самом деле должен был на ХВТВ проходить, но там чё-то, не знаю, чё-то не смогли решить с этим. И в итоге... А какой был призовой? Призовой, там был 7 тысяч долларов, что ли, чё-то такое. Так, ладно, смотри, всё. Я надеюсь, что мы всё уладили. Больше, пожалуйста, такие просто не делай, потому что... Ну, как бы это ни звучало, но мне кажется, никто бы это не простил бы. Ну это просто полевок был настоящий. Ну то, что ты меня удалил с друзей, либо закрыл личку, чтобы я тебе не мог писать, но это же вообще неадекватно. Да, понимаю. Ладно, всё, удачи тебе в киберспорте, жду успехов. И я пойду. Давай. Удачи. Давай, удачи. Давай. Владик Фокин, тот человек, который встречается у вас в пранках канала в Джобовой, возможно, уже в ТикТоке. В общем, парень, который играет очень много в игры, стримит, и я решил его поддержать. Мы приехали в Псков именно из-за этого. Посмотрели, как у него всё происходит, поняли, что там всё плохо, и решили подогнать от кресла до наушников. Всё, от начала до конца мы обновили. Сейчас он играет, ему по кайфу, он играет те игры, которые не мог раньше. Ему всё нравится, нам приятно. Рассказывай, как тебе всё, что произошло, какие у тебя впечатления по компьютеру, по успехам, по карьере твоей мединой? Да, слушай, супер, на самом деле я тебе очень благодарен. Видишь, я даже рубашечку наделал, всё ради тебя, Эрик. Как тебе кресло? Кресло супер, слушай, вообще прям офигенно. У меня братан его пытался всё отжать, и там друзья приходили. Ну, короче, все пытаются отжать, вот понимаешь, как бы. Ну, нет, я держусь, я не отдаю никому супер вообще. Максимально удобно, гораздо удобнее, чем сидеть на моём транспорте было. Слушай, как у тебя с компьютером? Не было никаких проблем? Нет, проблем, слава богу, не было, потому что я думал, что, блин, если что-то случится, то всё там... Да, там гарантий у нас же нет, у нас же это всё подрочно. Всё придётся как-то за свой счёт, да, там это? Вот, а фу-фу-фу, как говорится, стол побил, не было, не было проблем. Вот это прям... Ну, это хорошо. В целом доволен, да, всё хорошо? Конечно, доволен. Я, блин, я тебя всегда вспоминаю. Меня очень много в ТикТоке узнают именно твои зрители. Из прокачки? Да, мне пишут, типа, ты был в прокачке. Ладно, Владик, я тогда ушёл, я сейчас делаю сборку со всеми, кому подарил ПК. Пойду сейчас к Ване. Только ссылочку на мой второй канал, там, кстати, вот скоро две тысячи подписчиков. Да, скин ссылку в ВКонтакте. Вот, спасибо огромное тебе ещё раз, ты просто лучший. Кстати, поздравляю тебя с покупкой новой БНВ. На старой ты меня не покатал, но надеюсь, когда в Питере, буду на новой покатать. Хорошо. Всё. Давай, твоим зрителям можно там счастья, здоровья и всего самого хорошего и наилучшего. Вам. Вам и вашим близким. Пока-пока. Пока. Ваня это ученик лайфхакера, который самый родной для меня, потому что я с ним контактировал очень много в жизни, поэтому его я лучше всего знаю. Что могу сказать? У него сейчас учёба на первом плане. По факту всё правильно. Он выбрал это. Главное, чтобы у него сейчас всё получилось. По сути, у него такая учёба, что в перспективе это хорошая заработная плата. Поэтому почему бы и нет. Сегодня он расскажет вам, почему он перестал играть в CSGO и какие у него планы на будущее. Так, Ваня, рассказывай, что это такое. Что где-то вообще. Я сейчас вот в процессе, так сказать, переезда, если ты можешь заметить. Вот. Уехал? На Ваське? Нет, на Ваське. Тут же, в том же даже жилом комплексе, где жил. Рядом буквально соседний дом. А сколько оно стоит? Дороже? Не хочу цены на всех афишировать. Вырежешь, окей. Не, скажи, на сколько? На 3 тысячи дороже, на 5 тысячи дороже? Ну, скажем так, на 6 тысяч дороже, чем была. 106 тысяч рублей? Ты серьёзно? Ну, так получилось, да. Слушай, конец они рейс? Неа. А что изменилось тогда? Квадратура. Два раза больше площадь стала, потому что, ну, ты сам помнишь, ты же был... Ну да, чувак, это 3 шага, 3 квадрата как будто. Да, здесь, грубо говоря, добавилась ещё такая же комната, как у меня была. По размеру. Вот, поэтому... А где живёшь? Ну, нет. Ты сейчас как зарабатываешь? Слушай, пока вообще хочу, но вообще у меня никак не получается. Думал, что начинается сейчас в связи с коронавирус, универ перейдёт на дистанционку, времени больше свободно появится, но это была вообще ошибка. Потому что у нас на дистанционке нас завалили так, что вот я кое-как сейчас разгрёб все свои долги. Если бы не этот компьютер, который ты мне подарил, то я бы не знаю, что делать. Я вот серьёзно, потому что, ну, ноутбук просто не вывозил те вещи, которые от нас там просили. Вот. Я вот, я же говорю, только буквально, там, в 20-х числах у нас закончилась сессия. Сейчас я переехал, и буквально вот в пятницу я лечу к себе домой на практику на всё лето. Потом возвращаюсь, опять учёба, и вот... Короче, забей, как стример у тебя нет времени. Я очень, я хочу сейчас, хотел начать, но может осенью как-то стабилизируется. Как тебе тачка? Как тебе тачка? Я видел, подожди, почему ты не спустился? Короче, мы снимали ролик про новую тачку под его домом. Прям, я расскажу, как это было, я расскажу, как это было. Я, в общем, у меня, если ты помнишь, квартира, да, она была, выходила, получается, ну, окна выходили на солнечную сторону. У меня в квартире было очень жарко, очень. Вот здесь блака, я же говорю, здесь хотя бы, ну, не так душно. У меня в квартире это было, ну, ты помнишь, где была жаркая жара просто в Питере. Я выхожу на балкон просто постоять, как бы, ну, жарко, все. Я видел, я, потому что, ну, начнем с того, что там очень много блогеров снимают машины. Это, ну, хайповое место, согласись, стало почему-то. Там Академик постоянно снимает обзоры, Булкин, я видел, снимал. Потому что там аретная машина, аретная компания по машинам, и недалеко уезжая, можно заснять. Да, да, да. Ну, это на Ваське, они переехали сейчас немножко в другое место, ну, не суть. Я видел, как стояла черная машина. Я просто не понял, что это ты. Я уже, когда зашел домой, открываю Инстаграм и вижу, что это ты, выложил историю. Я такой, воу. Типа, я просто, я же говорю, если бы я увидел, что... Я не понял, что это вы снимаете машина. А ты смотнул? Нет. Каждый раз фотографировать, как кто-то снимает обзоры, ну, воу, зачем? Нет, я уже, понимаешь, я уже примерно издалека, я уже понял, как выглядит издалека. Там Академик, Булкин, они часто там снимают обзоры. Я уже вижу то, что, ага, там, приезжает, снимают. Ну, зачем людям мешает работать, правильно? А я же говорю, тебя, ну, просто я не увидел. Вот, но машина, про огонь, прокатишь, да, прокатишь. Ну, хочешь, ну, да, на днях можно. Блин, слушай, ну, хотел просто, я же говорю, тут, я могу к тебе подойти. В принципе, я тут вообще рядом. Посмотреть, ну, хоть что такое три секунды до сотки. Ты перестал играть в CS GO, перестал меня смотреть? Ну, редко ролики смотрю, но про Cybershock я все новости знаю. Ну, а ты играл на нем? Да, играл. Вот как-то вот вернулся в CS, поиграл на Cybershock, я там с друзьями паркаток скатал. Да, классно? Классный сервер, хороший. Блин, чувак, ты стал возрастеев, не шуток. Ну, как-то, как-то по-другому складываются сообщения. А родители, у них всегда была реакция, типа, все честно, он не будет потом нас просить бабки, не будет обратно просить компьютера. Да, да, они не мажут вообще. Да? И как они это восприняли в итоге? Ну, фак, ну, просто реально как-то забавно все это выглядит. Ну, они сначала, ну, как и было до этого, они не приняли, а потом, когда они уже поняли то, что раз вот у тебя там аудитория большая и все, то ты не будешь просить обратно. Ну, ладно, сейчас диалог как раз к этому приходит, и я сейчас в говне, можешь его обратно выслать в Братский? Мы сейчас купили рекламу у Мармока, видел только что? Да, видел, видел. Да, вообще. Вот, поэтому верни, конечно. Ладно. Ярик, я не знаю, я, наверное, с тобой еще поговорю через два года, только уже в жизни. Я надеюсь, что ты доволен, и главное... Конечно. Да, и главная моя цель, это чтобы вот эти вот подарки, они бы не выходили бы говном каким-то в конце. То есть я хочу дарить подарки вот эти вот, и все, чтобы не было бы геморрой никакого. Я хочу, чтобы это были бы просто вот идеальные, приятные подарки, которые запомнятся на всю жизнь, а не какие-то там осадки были бы. Я надеюсь, у тебя так и останется. Но в CSGO нужно тебе вернуться. Мне кажется, ты вернешься. Ну, я подумал над этим. Мне кажется, ты вернешься, да, это сейчас так. Я вот, я когда из CSGO уходил, я через год опять в нее вернулся на полгода, потом опять ушел, опять надоело, но я не знаю, сейчас думаю над этим. Окей. Ладно, Ярик, удачи тебе. Я пойду сейчас с другими общаться. Я решил сделать ролик-напоминалка, ролик-воспоминалка о том, что происходило и что изменилось у людей. Пойду сейчас наверх к Матвею. Помнишь Матвею? Давай. Да, да, помню. Окей. Давай. Матвей это тот человек, который выиграл меня на имке 2 на 2, и я понял, что он читер, и это какая-то какашка. Но в итоге он оказывается обычный хороший игрок, которому было на тот момент около 13 лет. Мне показалось то, что он хорошо играет, и вместо того, что я его назвал читером, там на стриме начал высказываться не очень, потому что реально играл как читер. Вы только посмотрите, запись она сейчас у вас появилась в подсказке. Это какой-то кошмар. Хотя ладно, давайте не буду вас мучать, она у вас сейчас будет на экране. Да ладно, Матвей из Нави реально играет. Да ёпрст, да, ну подожди, я не верю в это вообще. То есть, что-то он не отдаёт вообще мне киллы. Это было всё подозрительно, поэтому когда я проверил ПК, с ним пообщался, я решил, что всё-таки ладно. Подарю им ПК, почему бы и нет, нужно за свои слова отвечать. И вот чем закончилось. Матвей, тебе уже 14 лет. 15. А когда мы снимали, сколько было? 12 вроде было. Да ладно, 3 года? 12-13, что такое. Нормально. Расскажи, какие у тебя успехи, остался ли ты в CSGO, и какие у тебя успехи именно в своей индивидуальной игре. Да, вот, когда до компьютера у меня был 3-го фейста, сейчас вот сколько я играл, и аппнул 2700 ever, и сейчас продолжаю дальше играть, собираюсь переехать и начать серьёзно играть. У тебя 2700 ever? Да. А было до записи первого ролика? Третьего ever. Третьего ever. Третьего? Да. Слушай, это очень круто. Нормально. Окей, стал лучше играть АИМК? Не знаю, даже давно АИМК не играл. То есть проверять не стоит? Нет. Ха-ха, хорошо. Кстати, после этого ролика сыграл с Матвеем АИМК 1-1, он меня выиграл 16-12, красавчик. Привет. Матвей, у тебя сейчас какая карьера вообще? У тебя есть фаны? У тебя люди читают? Или после выпуска уже всё прекратилось? Нет, после выпуска все забыли уже. Все забыли? Да. Ну, я оставлю ссылочку на тебя. Ну, 2700 АИЛа в 15 лет, это нормально. Когда тебе будет 16? В октябре в этом месяце, в этом году. В этом месяце. Слушай, но по сути, если у тебя есть результаты, уже можно играть эти турниры. Мне интересно, как ты играешь. Вот честно скажи, будь реалистом. Играешь на 2700? Играешь как группа команды? Были ли у тебя команды? Команды? Нет, ни одной не было. Вообще, остался довольным? Или есть какие-то недочёты? Есть какие-то негативные моменты вообще во всей этой истории? Или всё хорошо? Нет, всё хорошо, негативных не может быть даже. Нет, всё в порядке. Окей. А родители как они вообще на это смотрят? То, что халяв на компьютере стоит. Ну, они обрадовались. И всё, как бы... Ну, я разрешаю много играть. Ладно, дружище. Матвей, давай прощаться. Я через годик-полтора с тобой свяжусь ещё раз. Либо пораньше, если ты пробьёшься куда-то. Хорошо? Угу, хорошо. Ну всё. А, в Собире, ты на Собиршоке тренируешься? Да, я наиграл там около 70 часов. И мне всё нравится. Всё, правда хорошо? А есть какие-то минусы? Может быть, какие-то проблемы с FPS? Ну, единственное, что вот до этого играл Собиршок, до обновления. Там, короче, ты мог сразу после Собиршока играть в Face. А сейчас там что-то сделали, и приходится перезаходить в игру. Да, приходится перезапускать, да, обязательно. Да. Но перезапуске это хорошо для CSGO. Эта игра такая логучая, что перезапуск помогает. Так, ладно, дружище. Давай, я жду от тебя результатов. Ссылку на паблик оставлю в описании. Я думаю, что люди подпишутся, следят за тобой. Поэтому будь активнее там, хорошо? Хорошо. Ну всё, давай, удачи, бро. Всем пока. Example. Это топ-1 России в одно время на Face, если что. У него было слишком большое количество Элла. Я поверил, что он может играть. Но в итоге, после прокачки ПК, он как-то перестал играть в эту игру. Всё потому, что есть одна причина, о которой он расскажет в этом ролике. Очень неприятная. Но прокачать человека, который занял топ-1 России, мне кажется, нужно было. Потому что это как минимум один человек такой. Он был первым. Поэтому не прокачать было бы грехом. Здорово. Привет. Расскажешь, кстати, ты бы оправился. Да, есть такое. Много играешь с компьютером? До последнего времени особо. То есть, я сразу скажу, Example не может сейчас играть. После прокачки он думал, что компьютер его станет лучше. Исправится та проблема, которая была с пролагами. Но она не изменилась. Всё дело оказалось в его электричестве в доме, в его районе. Оно с перепадками какими-нибудь, да? Просто смотри, в чём ещё дело. Я раньше уже на другой квартире жил. И у меня там не было этой проблемы. Вот на той квартире я прям, ну, апнул 5000 л. Играл очень хорошо, как оно мне кажется. Только я переехал, и сразу вот у меня какие-то начались проблемы с игрой, скажем так. Я думал первое время, ну, это просто какой-то спад. Потом я сходил на LAN, короче. И там на LAN были мониторы 60 Гц. И там игра была плавнее, чем у меня дома, короче. И вот так я понял, что что-то не так, короче, с моим компьютером. Потом я связался с тобой. Думал, если купить новый компьютер, это пройдёт. Ну, как видишь, не проходит. Ну, с другой стороны, 15 тысяч, и ты в другой квартире, бро. Я думаю, что где ты живёшь, там это столько и стоит. Ну, 15 тысяч в месяц надо платить, да. Я пока пытаюсь вот деньги найти. Но вообще такая тема, то, что я, возможно, перееду в Питер, к чему жить. Там посмотрим уже. А по девайсам? Девайсы... По факту, по факту говори. У нас нет никаких спонсоров. Говорю по факту. Клавиатура, короче, начала дабл-кликать через полгода. Не знаю, может быть, это какой-то брак. Но у меня половина клавиш дабл-кликает. HyperX? Да, HyperX, LofPS, по-моему, называется. Мне это не первый человек говорит. То есть и... Эмиль Шейн сказал, что HyperX у него в дабл-кликает, влагает. И кнопки вылетают вообще. А кресло нормальное? Кресло отличное. Ну, мышка единственное, не особо мне понравилось по форме чисто, естественно. Так, сенсор, может быть, там неплохой. Мышку вот заменил. Наушники? Наушники вообще отличные. Вот по наушнику без шуток говорю. Лучше так извините. Но я HyperX получше слышал КС. Вот именно какие у тебя. Да, да. Я согласен полностью. Я не знаю, почему-то они как-то получше с CS GO работают. Ладно, я тебе желаю успехов. А ту ситуацию, которая у тебя с компьютером, я ставлю пост его в ВКонтакте, на его паблик. И именно этот пост вы можете прочитать, посмотреть ролик. Может быть, именно у тебя эта проблема, и поэтому ты не в Na'Vi из-за этого. Не, без шуток говорю. У меня в Грузии такая была проблема, я после этого поста понял. Окей, дружище, жду тебя в Питере, потому что Питер это... Еще никто не приезжал в Питер и не проваливался, бро. Ауф. Ладно, давай тогда. Давай, удачи. В общем, Ваня. Да, давай. Какие у тебя дальнейшие планы? Все? Учеба, учеба, военная учеба. Какая? Да? Военная? Не-не-не, дядь. Так, не шути, пожалуйста. Нет, на самом деле, да, учеба, она никуда не девается, как бы надо уже закончить, потому что по факту осталось, ну, четвертый курс закончил. А что ты будешь делать после учебы, в чем прикол? Ну вот, ладно, смотри, все, ты завтра заканчиваешь учебу, диплом защищаешь, что дальше? Вот куда ты идешь? Какая работа? То есть вот ты... У тебя есть вообще понимание, что ты будешь делать? Я могу даже вот такой тебе пример привести в том, что... Как вообще состоит наше обучение? Если тебе это интересно, я могу тебе рассказать. У нас... Мы проходили практику на втором курсе. Нам должны были дать корки, которые сертифицируют нас о том, что, ну, как получается, дополнительное образование, что мы не просто какие-то люди, а мы уже полноценные горные рабочие, и мы как бы, ну, условно, пропуск под землю. То есть у меня же шахтное подземное строительство, правильно? Рудники всякие там, вот это вот все. Чтобы мы нас пускали под землю, нам их не выдали. Сменился, вышел какой-то новый закон, и мы как раз в этот год, когда мы проходили вот эту практику. И я сейчас, когда у меня четвертый курс, я мог поехать условно в Норильск, да, вот куда-то... Чувак, мне кажется, это хорошо, что ты не поехал. Я мог поехать на Норильск и заработать примерно на налог на твое БМВ, плюс-минус. За месяц? За полтора месяца, да. Там, да, там такие, там хорошо платят. Так, так, вот. Но суть в том, что сейчас первое, это коробка вирус, а второе, это... Чего? Коробка вирус? Там на ютубе не банят за такую, нет? Я просто... А, а, хорош. Чтоб не выцветилось ты. Да, 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 чувак, реальный гейнг, гейнг. Гейнг, 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 гейнг. Гарик, гейнг, 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 гейнг. Второе отсутствие, как раз таки этой корочки, я не могу туда попасть. И в итоге... Или сейчас дистанционка, сейчас никто ничего не может тебе предложить. Я сейчас нашел просто какой-то завод, который занимается чем-то, и я туда поеду, я вообще не знаю, куда я еду. Ну, благо, он у меня в городе находится, поэтому с жильем как бы там проблем не может быть, а плюс еще и жилье искать. Короче, ничего не понял, что у тебя будет, но буду ждать. Я сам не знаю, что у меня будет, вот. Главное, у тебя компьютер жесткий. Не ломался еще? Я могу тебе так сказать. Сейчас рекламу тебе не платили, но я честно могу сказать и заявить, что HyperX это the best вообще. Ну, что-то, конечно, получше будет, но... Прошлый ученик сказал, что клавиатуры у них HyperX не очень. Но по поводу клавиатуры я как раз-таки и хочу сейчас сказать. Я на стриме, получается, я сидел со стаканом воды и хотел налить себе воду из графина. И в этот момент смотрел во второй монитор вебку, как я это делаю. Я понял, у меня, если смотреть сверху, у меня вот здесь был стакан и вот здесь был графин, а под ним клавиатура. И я прям вот так на клавиатуру выливаю воду. Она начинает вся моргать, вся кликать, и это все в катке происходит. Это катка была прям, мы играли. У меня все начинает моргать, все, я думаю, ну все, 12 тысяч, я такой, ну все, как бы хана клавиатуре. Но прошло, я ее на сутки оставил, просто выключил, просто она лежала. Я ее просушил феном, думал, сейчас все заработать. Нет, она пролежала сутки, с ней все хорошо. И еще один раз я до нее перевернул стакан с водой, тоже сидел и ел за компьютером, вот так что рукой махнул, пролил. И второй раз я вылил на нам под колу. А кола это уже опаснее, да? Сейчас она работает. Она не гибкая? Нет, под свечом вот эта вот коричневая кола осталась, но не залипает ничего, все. Поэтому я больше за столом никогда не ем, ну и Ваню. Ладно, все, Ваня, давай, удачи, потом прокачу тебя. Да, окей, хорошо, давай, до встречи. Молодые люди, спасибо большое всем за просмотр этого ролика, я жду вашего лайка. И подпишись на канал, если ты впервые попади в историю. И не забывай, что мы не просто YouTube канал по CSGO, а что-то большее. Я очень рассчитываю, что это именно так. Пока.